У Плуга законный выходной, посевные работы закончены, на грядках даже видны первые всходы. Поэтому, несмотря на дождливую погоду, Акатуй состоялся. С Чувашским праздником поздравил депутата Кружной Думы Владимир Семенов и власти города. Чувашская диаспора выделяется среди всех своим трудолюбием, гостеприимством и чувством сохранения собственных традиций. Сегодня чувашский народ представит вам свою культуру, самобытность и покажет пример, как нам нужно вместе жить, радоваться, любить свою родину, потому что если мы будем вместе, мы будем сильны. Уже давно в национальном центре АЯС РУП планировали построить чувашский дом и баню по-черному. Сказано – сделано. На месте будущей избушки дружно забили первый колышек. Несмотря на непогоду, уходить с праздника не хотели. Грелись у каменной печи, а от дождя прятались в чуме. Дарья Ильмурзина, сама башкирка, девочка отметила, что чувашские обычаи, блюда и музыка в чем-то схожи с их национальными традициями. Поэтому решила узнать о чуваших побольше. Какие у них самые вкусные и любимые блюда? Какие у них в древности были костюмы? Костюмы и блюда были представлены в полном объеме. А от дегустации национальной кухни гости получали не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие. Запеченная щука, пироги с разной начинкой, тыква с яблоками, мясо в желудке, большие вареники, выпечка, пирожки из соленых огурцов. Соленые огурцы нарезаются, туда обжаривается, лучок добавляется, очень даже вкусные пирожки. Давайте попробуем. Так, окрошка делается же по-разному. Вот кто-то делает там на майонезе, там кто-то делает на кефире, кто-то. А это вот делается, айран называется у нас. Кисломолочный продукт? Да, кисломолочный продукт. Угощали гостей праздника традиционным шашлыком и чувашским супом шурпа. После дегустации можно было посетить выставку поделок ручной работы, поиграть в национальные игры или просто потанцевать. Так получилось, что на праздник заглянули чемпионы мира и Европы по буги-вуги, танцоры из Москвы, семейная пара Гавриловых. В этот день они давали мастер-класс на стадионе «Нефтяник». Люди здесь очень доброжелательные, сейчас вот именно и в городе, и здесь все приглашают за стол, угощают разными вкусностями. Конечно, очень приятно, очень вкусный пирог с клюквой. И нам говорят, что на три метра сразу можно подпрыгивать после того, как поели ягоды. Проверить действия ягод решили тут же, прямо на сцене. Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова